А что толк, что они определяют чего-то в велеречивых, уклончивых выражениях, которые ни к чему не приведут? Есть совершенно чёткие и понятные критерии, отделяющие эротика от порнографии, искусство от похабщины. Они есть. И нечего здесь говорить о свободе слова и о цензуре, которую, видишь ли, такая подлая-подлая, она сейчас великое произведение искусства, вам вот сейчас заведует. Карикатура, которую я видел с вашей лёгкой подачи, Шарлей Абдул, я не знаю, подростки в пубертатном периоде такое могут, даже не в школе, но в ПТУ каком-нибудь, особенной, тяжёлом, где марихуана просто кругом растёт, а самокрутка с марихуаной вот покурил и пошёл вот примерно такое рисовать. Ну да, наверное. Какое это искусство? Богема без искусства. Поэтому, да, наверняка должно быть. Это и есть то, что когда-то называлось фильмы до 16 лет. Не закрывать туманными кружочками по идиотским американским ханжеским методам пятую точку человека, как будто мы все не знаем, откуда растут у него ноги в совершенно невинных фильмах. Или, упаси Господи, женский бюст. Как будто в Средневековье, когда рисовали Мадонну с младенцем, потому что тем более в Возрождении, нравы в церкви были куда как похабные, а вот теперь, конечно, вот именно в американском кинематографе и с подачей наших депутатов, целого ряда ушубленных на всю голову, в нашем тоже в эфире, оно будет просто так. Я помню, как там я смотрел порезанные варианты фильма «Стиляги», более невинного и замечательного фильма, придумать было нельзя. Ну вот это страшно, развратит прям детей. А уж если курят, там, волк изну, погоди, хо-о-о-о. Ну, работает наркомафия, которая, как известно, стоит за борьбой с курением, легализуя при этом одновременно легкие наркотики, как может и везде, где может. Да, надо, надо, надо. Надо делать это точно так же, как надо останавливать себя при идиотском желании устроить сухой закон в не мусульманской, не радикальной мусульманской стране. Большой привет Михаилу Сергеевичу и крымским виноградникам, которые тогда вырубили лоза, которые в столице оберегли, а вот Михаил Сергеевич, конечно, чиновник пошел его рубать. Но одновременно надо останавливать наркотрафик и спайс, и крэк, и кокаин, и героин, и опиаты, и все что угодно. И не бороться с людьми, которые оперируют с собак под наркозом, потому что, видите ли, вместо того, чтобы бороться с торговцами героином, у нас наркоконтроль борется с ветеринарами, холера. Или с людьми, судя по ночной передаче, которую я смотрел сегодня совершенно секретно, вот утром повторялись, с директором зоопарка, как не дают зоопаркам получить медикаменты, необходимые для обездвиживания крупных зверей, чтобы их нам копыта почистить. Потому что это опасно, наркотики пойдут. Правда смешно? Вот слона или носорога обездвиживать они не могут, точно рассчитанным сприцом, с шнотвором. Они же, конечно, побегут вперед, паровозы на рынок продавать. Надо останавливать кретинизм и со стороны чиновников, и со стороны журналистов, и со стороны милой, либеральной, безмозглой, очень часто, к сожалению, интеллигенции. И уж тем более останавливать террористов. А как вам рассуждение такого порядка, что традиция карикатуры во Франции восходит ко временам Великой Французской революции, и то, что произошло, это, в общем-то, покушение на основу французской республиканской идентичности? Это абсолютно правильно, и я с этим абсолютно согласен. Традиции гильотины во Франции тоже подходят ровно к тем же самым временам, и отмена гильотинирования, а гильотину уже давно пора включить в этой стране, тоже является нарушением традиции Франции времен Великой Французской революции. При этом мне было бы интересно посмотреть на карикатуристов Шарли Эбдо, которые нарисовали бы такого рода карикатуру на Наполеона, на Робеспьера, ой, как интересно, на Марата. Они сколько бы прожили? Есть совершенно чёткие и понятные критерии, отделяющие эротика от порнографии, искусство от похабщины. Они есть. И нечего здесь говорить о свободе слова и о цензуре, которую, видишь ли, такая подлая-подлая, она сейчас великое произведение искусства, вам вот сейчас заведует. Карикатуру, которую я видел с вашей лёгкой подачи, Шарли Эбдо, я не знаю, подростки в фубертатном периоде такое могут, даже не в школе, но в ПТУ каком-нибудь, таком особенной, тяжёлом, где марихуана просто кругом растёт, а самокрутка с марихуаной вот покурил и пошёл примерно такое рисовать. Ну да, наверное. Какое это искусство? Богемы без искусства. Поэтому, да, наверняка должно быть. Это и есть то, что когда-то называлось фильмы до 16 лет. Не закрывать туманными кружочками по идиотским американским ханжеским методам пятую точку человека, как будто мы все не знаем, откуда растут у него ноги в совершенно невинных фильмах, или, упаси Господи, женский бюст. Как будто в Средневековье, когда рисовали Мадонну с младенцем, потому что тем более в Возрождении, нравы в церкви были куда как похабные, а вот теперь, конечно, вот именно в американском кинематографе и с подачей наших депутатов, целого ряда ушибленных на всю голову, в нашем тоже в эфире, оно будет просто так. Я помню, как там я смотрел порезанные варианты фильма с телягей, более невинного и замечательного фильма придумать было нельзя. Ну вот страшно, развратит прям детей. А уж если курят, там, волк изну, погоди, ху-у-у. Ну, работает наркомафия, которая, как известно, стоит за борьбой с курением, легализуя при этом одновременно легкие наркотики, как может и везде, где может. Да надо, надо, надо.